Крестьянское фермерское хозяйство Ольги Ивлева единственное в Подмосковье, где используется новая российская биоэнергетическая установка, благодаря которой параллельно с получением удобрений вырабатывается газ. За внедрение этой технологии Ольга Петровна получила премию губернатора «Наша Подмосковья». Сегодня даже мы посмотрели, как вживую этот процесс устроен. Удобрение, которое забирает хозяйство, тепло, которым отапливается сама эта установка, и уже даже птичник получает дополнительную энергию для того, чтобы согревать птичник. Это уникальная установка, в Подмосковье она единственная. Ольга Ивлева провела для гостей экскурсию по своей ферме. Такому масштабу многие могут позавидовать. В хозяйстве более ста голов крупного рогатого скота. Поросята, овцы, разнообразная птица. Прямо на территории Подборья можно купить молочные продукты. Творог, сливочное масло, кефир, мацони, ряженку, йогурт, топленое молоко, домашние сыры. Также в ассортименте мясная продукция и выпечка. Хозяйка с особой теплотой вспоминает далекий 1992 год. Именно тогда была построена ферма под крупно-рогатый скот. Ольга Петровна свое дело знает и любит, поэтому и хозяйство столько лет держит в порядке и думает о перспективах. С 1992 года наше хозяйство работает. Изначально было, конечно, небольшое количество. Сейчас у нас 100 голов находятся на этом хозяйстве. У нас магазин, реализация есть, но сейчас мы можем больше еще производить. Ну и реализовывать нам нужно, конечно. Ну вот планируем мы в Звенигороде еще построить магазин. В рамках визита Андрей Иванов провел круглый стол. Глава муниципалитета пригласил и других фермеров Одинцовского округа, чтобы обсудить с ними возможные меры поддержки. Предприниматели, занимающиеся сельским хозяйством, в свою очередь поделились многолетним опытом и рассказали о реализации собственной продукции. Поговорили не только об успехах и нарядных фасадах тех хозяйств, которые занимаются тем или иным видом деятельности, но и поговорили о проблемах с формой поддержки. Пытались разобраться, доходят ли деньги до предпринимателей. Руководитель муниципалитета признался, что доволен встречей и рад тому, что она состоялась именно зимой. К весне уже будет выработан четкий план по развитию фермерства на территории Одинцовского округа.